Книга «Открытым оком», вопрос 3958-28 том, тема «Будущее мира. Страшный суд». Вопрос. Какие политические события в мире говорят о пришествии Антихриста? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Знаем только то, что пропускают для нас. Синедрион – Верховный Еврейский суд, в состав которого входил 271 человек, существовавший с 1 века до Рождества Христова, примерно до 425 года н.э. Самое знаменитое из его заседаний – то, на котором был безвинно осужден на смертную казнь Иисус Христос. 13 октября 2004 года, в 28 день месяца Тишерея, по еврейскому календарю, в израильском городе Тиверия состоялась уникальная, невиданная за последние 1600 лет церемония – открытие нового Синедриона. Возник в 1 веке до Рождества Христова и просуществовал примерно до 425 года н.э. Поначалу его заседания проходили в Иерусалимском храме. Теперь это, ставшее олицетворением беззаконной организации, снова претендует на роль высшей судебной инстанции Израиля. Первая попытка вновь собрать Синедрион была предпринята несколько веков тому назад в Цфате. В его составе, кстати, был раввин Йосиф Каро, автор небезызвестного кодекса праведного иудея под названием Шульхана Рух. Однако многие авторитетные раввины того времени возражали против этого начинания, в результате чего его пришлось свернуть. Согласно Талмуду Мигила 17b, Синедрион должен быть воссоздан после частичного возвращения евреев из Россияния, но до полного восстановления Иерусалима. В других местах Талмуда, например, Эйрувин 43b, говорится, что пророк Илья явится перед Синедрионом для того, чтобы возвестить приход Мышааха, то есть в христианском понимании Антихриста. В наши дни, одним из лидеров движения за воссоздание Синедриона является Ешай Баават. По его словам, в предшествовавшем первому заседанию несколько месяцев 71 раввин получил специальное рукоположение в соответствии с правилами Маймонида. Эти раввины представляют все разновидности современного иудаизма, но их членство в Синедрионе и не является постоянным. Все они заранее согласились уступить свои места более уважаемым кандидатам, когда таковые появятся. «Гораздо важнее сам факт воссоздания этого института», — сказал Ешай Баават. «Те, кто входят в него, сегодня вовсе не обязательно будут входить в него завтра. Но цель состоит в том, чтобы в Иерусалиме был один Верховный раввинистический совет, который собирался бы раз в месяц для вынесения решений по самым важным вопросам и проблемам. Эта необходимость диктуется потребностями как нашего поколения, так и нынешнего момента». «Один из участников церемонии был директор института храма в Иерусалиме Равин Израэль Ариэль. «Станет ли этот Синедрион тем самым, которого мы ждем, будет понятно только со временем», — сказал он. «Сегодняшняя церемония — это на самом деле возобновление процесса рукоположения священников для третьего храма, который начался несколько месяцев назад». «Мудрецы Талмуда описали десять стадий изгнания Синедриона из Иерусалима в другие города, последним из которых стала Тиверия. И это то самое место, в котором, по пророчествам, он должен быть воссоздан и оттуда, откуда впоследствии должен быть перенесен в Иерусалим. Открытие Синедриона стало возможным после рукоположения одного раввина, кандидатура которого была согласована большинством израильских раввинов и утверждена бывшим главным раввином Сефардом Авадией Йосифом и главным ашкеназийским раввином Йосифом Шаломом, или Яшивом. «Теперь этот раввин, пожелавший, как, впрочем, и многие другие его коллеги, сохранить своими в тайне, считается получившим истинное рукоположение, восходящее к Моисею, что позволило ему рукоположить остальных вошедших в Синедрион раввинов». Итак, в середине октября состоялось открытие нового Синедриона, а уже в начале декабря его члены стараются особенно не влекать себе внимания, совершили паломничество на Храмовую гору. В этом мероприятии принимали участие около 50 недавно рукоположенных раввинов, а перед восхождением все они прошли ритуальное омовение в Микве. «Одна из митв предписания, регулирующая жизнь иудаизма, не связана с какой-то определенной эпохой, но связана с нашим пребыванием в Израиле, состоит в учреждении Синедриона», сказал в интервью израильскому национальному радио Равин Мейр Халеви. Рамбам очень точно описывает этот процесс в Мишна-Торе. «Как он писал ее, Синедриона не было, а значит он описывал шаги, необходимые для него в создании. У нас нет никакого выбора», подтвердил это мнение сотрудник института храма Равин Хаим Рихман. «Учреждение Синедриона является религиозным предписанием». Рихман также выразил надежду на то, что восстановление Синедриона произведет революцию в израильской юриспруденции. А отказавшись обсуждать с журналистами, какие именно вопросы стоят на повестке дня Синедриона, Рихман сказал, что одна из главных задач состоит в объединении сефардийский, ашкинозийский, хасидский и модернистский и других ветвей современного иудаизма, а также в приведении разнообразных иудаистических обрядов к единому стандарту. Но в начале января 2005 года состоялось очередное заседание Синедриона, на котором обсуждались уже весьма конкретные вопросы. Технические и процессуальные аспекты проведения заседаний, темы, которые предполагаются выносить на повестку дня в будущем, а также возобновление паскальных жертвоприношений. И уже тот же самый Равин Рихман охотно перечислял журналистам вопросы, которые собираются рассматривать Синедрион. Разводы, аборты, экономические проблемы, образование и многое-многое другое. Синедрион успешно преодолел значительные трудности, возникшие на первом этапе его создания, сказал Израильскому национальному радио представитель этой организации по связям с прессой, имя которого, отметим в скобках, опять же не указано. А именно, возвращение настоящей семихи, истинное раввизитическое посвящение. В Израиль историческое заседание в Тиверии, на котором Равины официально восстановили Синедрион. Мы считаем, что эти достижения необратимы. В дополнение к темам, перечисленным Рихманом, Синедрион, согласно составленному входящим в него раввинами списку, собирается рассматривать следующие вопросы. Стандартизация требований, предъявляемых кошерным продуктом. Точная величина древнееврейской меры длины, которая в Библии называется локоть, включая многочисленные смежные аспекты этой проблемы, в том числе и определение точного местоположения алтаря на храмовой горе. Безработица, оказание помощи испанским и португальским евреям, чьи предки были вынуждены принять христианство, потерянные колены Израилевы, стандартизация сефардийских и ашкенезийских обрядов, процессуальная сторона принятия решений Синедрионом, иностранные рабочие в Израиле, объединение религиозных партий, восстановление монархии и царского дома Давида, разработка морально-этического кодекса для израильской армии, поскольку принятый сегодня кодекс, основанный исключительно на светских законах и т.д. На этом заседании также был зачитан доклад о возобновении пасхальных жертвоприношений, хотя некоторые члены Синедриона считают, что время для них еще не пришло, и предлагают дождаться того момента, когда откроется точное местоположение алтаря на храмовой горе. Главный результат этого заседания состоит в том, чтобы раввины, принадлежащие к разным ветвям иудаизма, смогли вместе обсудить такой вопрос, сказал Михаил Баррон. Как легко можно предположить, в ходе заседания была поднята проблема отделения от палестинцев, но действующий председатель отказался разрешить дискуссию до тех пор, пока среди присутствующих не найдется хотя бы один раввин, искренне поддерживающий этот план. Ни одного такого раввина не нашлось, очередное же заседание нового Синедриона состоялось на минувшей неделе, и главным вопросом, который на нем обсуждался, было как раз точное местоположение храма. Входящие в Синедрион раввины выслушали мнение многочисленных экспертов относительно того, в какой именно части храмовой горы располагался храм. Многие подчеркивали, что поиски затругняются тем, что на храмовой горе никогда не проводились археологические раскопки, а мусульмане предпринимают постоянные усилия для уничтожения исторических свидетельств о храме. Естественно, от успешного решения этого вопроса зависит многое, в частности, возобновление пасхальных жертвоприношений и в конечном итоге строительство третьего и последнего храма. И хотя специалисты расходятся в том, где именно стоял храм, а некоторые уже уверены, что определить его точные координации вообще невозможно, подавляющее большинство считают, что он находился либо на том месте, которое сегодня занимает место мечеть Амара, с ее знаменитым на весь мир золотым куполом, либо немного севернее. Итоги этой дискуссии, в которой участвовали раввины, археологи и ученые, являющиеся специалистами по истории храмовой горы, будут подведены специально создающимся сейчас на этой цели комитетом Синедриона. Изучив отчет, который уж должен будет представить этот комитет, Синедрион уже вынесет окончательное решение относительно того, может ли быть точно определено место положения храма или нет. Комментировать подобные новости как-то даже и неловко. Круг вопросов, по которым собирается выносить решение Синедрион, говорит о том, что мировое еврейство сейчас консолидируется для какого-то очень важного этапа в своей истории. О степени его важности можно судить по тому, что самым главным объявляются темы, так или иначе связанные с храмовой горой. Время уплотняется у нас на глазах, и темпы, которыми сегодня идет подготовка к восстановлению третьего храма, еще совсем недавно могли бы показаться нереальными. И это тот самый храм, для строительства которого придется сняти одну из главных мечетей в мире. Тот самый храм, в котором восядет для управления миром Мышаах, Антихрист. 14.02.2005 Главный раввин России Берл Лазар считает, что в скором будущем на землю придет Мессия, и каждому воздав по заслугам. Мы знаем, что он, Мессия, очень близко, но нужно, чтобы он не только родился, нужно, чтобы он пришел. Вполне может быть, что Мессия уже разден, но пока он не получил приказ от Бога, он не может объявиться с Божьей помощью изменить мир к лучшему, сказал раввин в интервью, которое публикует во вторник газета. Свои предположения о близости прихода Мессии Бен Лазар объяснил тем, что сейчас мир находится в таком состоянии, которое наши мудрецы назвали Хевлей Мышах, родовые муки, председствующие приходу Мессии. Это такое время, пояснил он, когда с одной стороны в мире создается много хорошего, научный и технический прогресс позволяет решать множество человеческих проблем, бороться с болезнями, с голодом и так далее. А с другой стороны, впервые с момента, когда Бог создал человека, в человеческих руках оказались такие средства уничтожения, которые могут мгновенно уничтожить весь народ и даже саму планету. Мы живем у края истории, это чувствуется повсеместно, убежден раввин Бен Лазар. Напомнив сравнение философа Маймонида, который уподобил мир весам, Бен Лазар предположил, что, возможно, Бог ждет еще только одного дела на добрую чашу, чтобы дать приказ Мессии объявиться. Говоря об этом, главный раввин России призвал каждого добавить это доброе дело, так как, возможно, именно его вклад будет решающим. Второй фессалоникийцам, 2. 3.4. «Да не оболстит вас никто никак, ибо день тот придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозначающийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Из самых незначительных вещей слагается мозаика, прекрасное панно, стекляшки мелкие из огненных печей, и под рукой художника им засиять дано. Лишь издали в конце при полноте, и простецам откроется всеобщая картина, и до того, что польза городить плетень, и спорить с амбициозностью кретина. Так в истории с вселенским окончанием Бог приоткроет замысл судьбины, а мы, как стеклышками, маячат, замечая, лишь свой момент, где тошно оскорбили. Малюсенький и крошечный просвет сквозь тусклое от копоти стекло пророческим наителям на что-то дать ответ, а дальше сразу же в потемке повело. Когда родился ездор любопытный, да тошно вознавал в потемках по углам, неделями цветочками лишь сытый, и воду мерил он слезами пополам. И даже так наивно и по-детски, выпрашивая крохи из кромешной тьмы, упрек за любопытство жалобные всплески, где вместе с ним чуть персветимся мы. Нам не дано из частного прозреть, весь план конечный замысел владыки. На любопытстве, как и на костре, мы тянемся на сантиметр, на дыбки. И слиемся, и силимся понять, что, почему, зачем. На миллионы жертвах спотыкаясь, в Сибири дальний управляет Чех, а на царем воссел жидовский Каин. И только в вечности, и то, как Бог решит, с позиции извечной и незримой, истории панно уже бесплодных ширм, любовь Христа узрим по тайною Гольфстрима. 09.07.2008 год, Игнатий Тихонович Лапкин.